Дамы и господа, представляю соперника в синем углу. Боец из города Минск, Республика, Беларусь. Ему 27 лет. Рост 175 сантиметров, вес 62 килограмма, 950 граммов. Профрекорд 8 боев, 6 побед, 2 поражения. Представляет бойцовский клуб Академия ММА Павел Бурмистров. Его соперник в красном углу из России, город Талица. Ему 25 лет. Рост 174 сантиметра, вес 61 килограмм, 600 граммов. Профессиональный рекорд 14 боев, 10 побед, 3 поражения, 1 ничья. Представляет команду Рать и бойцовский клуб Урал Топ Тим. Куаныш Александра! Реперебоя. Максим Протасов. Парни, внимательно слушаем мою команду и активно защищаемся на протяжении всего поединка. Руки пожали. По углам. Коп, покажи мне. Копа. К сетке. К сетке. По шагу назад. Статистика сейчас промелькнула на ваших экранах. И у нас все готово к тому, чтобы начинать первый раунд. Ну и опять же на бумаге в этой паре Александров все-таки откровенный фаворит. Тут мы ничего не будем говорить. Но опять же был определенный простой здесь у Куаныша. И посмотрим, посмотрим. Как он после травмы будет себя чувствовать. Оба достаточно так легки пока на ногах. Так через челнок начинают работать. Попытка в туловище там от Куаныша. Хороший джеб. Все-таки левши работает Александров. Пытается раздергать Александров своего соперника. Умеет он, кстати, это делать. Хорошо, очень чувствителен. Хорошо у него с чувством дистанции. Хорошо там забросил правил ногу, но захватил. Павел Бурмистров оформляет первый тейкдаун в этом бою. Но Александров тут же вяжет, пытается креветку исполнить. Бурмистров сверху пытается позицию улучшить. Но вроде пока не дает ему Куаныш этого сделать. А там ноги забирает. Куаныш тут же начинает работать правой рукой. Но Бурмистров внимателен. Ножку сразу заправляет. Здесь будет пытаться свалить, я так понимаю, Александрова в партер. Да, Бурмистров постарается снова свалить. Но Куаныш несколько раз попал там правой рукой. Смог подняться. Не дал пройти в одну ногу здесь Александров. Сам коленом так цапнул тихонечко. Но и пока Бурмистров достаточно уверен, что контролирует соперника. И снова пытается пройти Бурмистров туда в ноги. Куаныш пока даже особо не пытался разворачивать соперника. Ну а может и нет сейчас какого-то этого резона сейчас тратить силы. Он закрепился здесь на ногах. Не дает сюда перевести себя. Так. Пытался под ноги провалить Бурмистров. Он хорошо лоб представляет Куаныш. Просто так не стоит, да? Нет, постоянно, постоянно постреливает. При каждом удобном случае плотно попадает. Там уже помолвче будет. Потребуем. И да, выходит сам. Но здесь Александров лево-боковым. Хороший удар в туловище сразу же пробивает. А Бурмистров такое ощущение, что немножко подзакисывался после своих попыток тейкдауна. Ну и отличная возможность Куаныша отработать здесь. Второй раз подряд в туловище так цапает Куаныш. Хорошо, коленом и правую добавил. Вот здесь побыстрее выглядит Александров. Есть такое небольшое преимущество в скорости, действительно, в стойке у Александрова. Снова опять удар в колу. Ой-ой-ой, а тут пропустил. Аж равновесие потерял, но очень быстро восстановился. Мне кажется, больше там была потеря равновесия. Ох, хорошо, какие размены. Перехватил, да. Но Куаныш выглядит очень остро в этом поединке. Особенно в стойке пока. А он особо и не пытался, мне кажется, в борьбу заходить. Пока, да. Его перевели, а не он. Через финн постарался проатаковать. Бурмистров немножко подвесился. Еще правая зашла у Александрова. Вот там куда-то, да, в район виска. Слушай, ну, это еще более опасные удары, мне кажется. Дезориентируют. Особенно если в ухо попасть. Отличный. Правый боковой снова залетает. Такое ощущение, что подпристрелял правую руку здесь Куаныш. Даже если Куаныш один пропускает, он 2-3 в ответ доносит. Ну, а Бурмистров пока обратно за партером пошел. Попытка была ввойти в одну ногу, но оставил ее Бурмистров. Целая минута есть у ребят в первом раунде. По каждому удару мы слышали звучный голос Сергея Владимировича Шумилова. Хорошо он подсказывает. Отличный локоть здесь от Куаныша. Ну и Александров, в общем-то, когда зажат к сетке, вполне уверенно отрабатывает. Да, и такое ощущение, что лишних сил не тратит где-то. На выходе там постарался, попытался ударить боковым, но не точно. Концовка у нас между тем первого раунда. Ай-яй-яй, неудачно. Потеря равновесия от Бурмистров. Павел не успел среагировать здесь. Слишком далеко он оттянулся. Попытка бэкфиста уже теперь от Бурмистрова, но не точно. Концовка раунда пошел вперед Бурмистров в правую доню. Хорошо, разменялись. Стоп! Первый раунд закончен. Готовы! Бой! Второй раунд! Итак, друзья, второй раунд. Второй раунд, да. Куаныш Александров, Павел Бурмистров. Хорошо чувствовал себя в стойке в первом раунде Куаныш. Ну и, в принципе, под концовку да и не давал себя так особо и переводить. Да. Один раз дал себя перевести, но вроде быстро поднялся. Снова опять так через финты Куаныш. Здорово сейчас видел, да. По рукам друг другу ударили. Так, вот здесь Куаныш встречает. Ты смотри, сам пошел бороться. А уже попытка тейкдауна от Александрова. Он садил на пятную точку. И уже за спину заходит сопернику. Очень быстро развивает событие здесь Александров. Растянул ногу соперника. Здесь очень внимательно нужно быть Бурмистрову. Потому что, ну, здесь одно неловкое движение. Тебе закрывают замок. И мы в предыдущем бою видели, чем это может закончиться. Чем это может закончиться, да. Ну, Павел вроде уверенно контролирует руки соперника. Пришел немножко так побить здесь Куаныш. Левой рукой чуть-чуть потревожил голову соперника. Активности не очень много. Мне кажется, могут и поднять. Рефери Максим Протасов внимательно следит за ситуацией. Находится достаточно близко. И вот первое предупреждение бойца активно. В целом, позиция неплохая у Куаныша. Но развивать он ее не развивает. По крайней мере, пока. Вот так вот правую руку быстро достаточно в этой позиции. Но при этом пока левая рука зажата является здесь у Куаныша. Но, тем не менее, Бурмистров второй своей рукой держит чужую. И ей тоже защищаться не может. Поэтому ему сложнее. Просят, просят от Бурмистрова вставать. Но сложно, наверное, ему пока сейчас подняться. Да уж. Такое ощущение было, что сейчас локтем там ударит Куаныш. Но не стал наносить. Потихонечку так подзатягивает правую руку под подбородом. И главное, смотри, ногу затягивает. Бурмистров вроде успевает на это отреагировать. Но так опасненько пока что для него. Куаныш хорошо контролирует эту позицию. Но вот улучшить пока не может. Такая патовая немножко ситуация. Ребята завязались. Ох, Павел Бурмистров, если честно, выглядит очень уставшим. Такое ощущение, да. Кручный кланом показали лицо. Прям не до конца, может, восстановился после первого раунда. Посильнее где-то закислился в своих попытках тейкдауна. Да, может быть. Ну а здесь уже Куаныш, можно сказать, лежит на сопернике. Поддавливает, постоянно угрожает. Угрожает, очень активно приемом. Постоянно старается улучшить позицию. И да, действительно, из угла здесь у Александрова, говорят, он уже задышал. Заправлено. Так, здесь есть захват. Но его недостаточно будет. Я так понимаю, Куаныш ждет момента. Пытается усыпить длительность соперника, чтобы вторую ногу заправить. И в одном из эпизодов, и в эпизодах периодически и так постукивают еще соперника. Он пытается, смотри, пошло колено. Да-да-да, вот Павлу сразу напоминают из угла, что ни в коем случае вторую ногу запустить туда нельзя. Но уже поздно. Завел туда ее Куаныш. Отвлекает ударами. И снова опять правую руку заводит под подбородок. Так, колено просунута. Заправляй, заправляй. Да-да-да, я вот сразу на это обратил внимание. Руки завести под подбородок, это все хорошо. Но рычаг ты себе создаешь именно ногами. Такие легкие удары от Куаныша. И пытается разворачиваться. Бурмистров резко поймал на движении здесь Александрова. Поднимаются уже стойкие стойко-бойцы. Наконец-то ему хотя бы прием не будет угрожать. От Бурмистрова, но хорошо сейчас отзащищался Куаныш. Не дал, не дал пока пройти в ноги здесь Александров. В целом правильно делает. Очень-очень, да, вязким выдается пока второй раунд у нас получается. Аккуратненько, но коленом пытается пробить в голову Куаныш. Менялись ударами. Такой пока бой. В целом очень много черновой работы. Возможно не самый зрелищный сегодня, как и у Мансура Дадаева. Но в целом очень много таких микро событий. Снова попытка от Бурмистрова пройти сюда в ноги. Снова на чеку здесь Александров. Бой для ценителей борьбы. Концовка второго раунда. Оба решили подразменяться немножко в концовке. И Лоутик от Александрова. Да, туда. Ставис Дебал. Руки пожмите. И нажал. Готовы. Бой. Третий раунд. Заключительная пятиминутка этого поединка. Да. Куаныш Александров против Павла Бурмистрова. Начинает так немножко тянуть на себя здесь Александров. Умеет он это делать. Там просили от Бурмистра не давать, лишать пространства. Но при этом Куаныш на ногах пока достаточно спокойно уходит. Легок подвижен. Ну в целом на протяжении всего боя он это демонстрирует. Да. Да поразводи Куан. Молодец. Еще поразводи. Поразводи как-нибудь. Перехитрил. Как раз видимо вот этого и просили тут от Куаныша. Переднюю руку начинает так опять пристреливать здесь Александров. Вперед, вперед, вперед только. Вот так вперед. Вперед, вперед, вперед. Подгоняют здесь Бурмистрова. Потому что понимают скорее всего что предыдущих два раунда не ушли ему конечно в копилку. Александров тем временем правой рукой соперника прикармливает. Пристреливает, да, так и. Вот так молодец. Еще. Вот такие только фишки будут проходить. Давай, давай, давай. Отлично. Левое. Точно. Перестреливает, перестреливает здесь Александров. И снова начинает на ногах на себя. Еще, еще плотнее. Побыстрее, поточнее наверное, где-то по сирене даже. Вот так вот еще раз. Поджал Бурмистров сейчас к сетке. Попытается, конечно, перевести. Но в принципе в предыдущих моментах Александров хорошо защищался в таких эпизодах. Хорошие стомпы от Бурмистрова. Включает еще там правой рукой. Но здесь коротко работает и Александров. Пока не подключает локти. Но показывал Александров, что умеет работать локтями. А вот и локоть, кстати, сразу же. Все, разрываю ее. Давай работай в стойке. Коротко левой рукой несколько раз там цапнул. Александров. А рефери вызывает к активности. Затем внимательно, аккуратно. Локоть там подключил Александров. На выходе попытались обменяться боковыми. Но оба хорошо защищались. Дистанцию, ребята. Снова стойка. Мидл-стальний ноги там точно в корпус залетел у Куаныша. Куаныш начинает так раздергивать. Сам пошел вперед. Хорошая двойка. И вот здесь коленом не встретил Куаныш. Хотя мне кажется. Но при этом видел эту попытку тейкдауна. И здорово убрал Моди. Да, отреагировал. А вот наказать не успел. И снова вот эта черновая работа на ближней дистанции. Короткие удары. Попытка пройти в ноги от Бурмистрова. И хорошая защита от Александрова. Слушай, мы как там задышал. И мне кажется, это так вот все-таки Павел Бурмистров все-таки подутомился. Вот эти попытки тейкдауна немножко больше, возможно, его закислили. Энергозатратная у него была работа. Да, ему приходится контролировать здесь соперника у сетки. Но и при этом урон не наносит. Вот этот контроль без урона я даже не знаю. Даже в этих разменах больше, не иногда, а в большей части Куаныш попадает своими ударами. Не уверен я, кому именно пойдут все эти эпизоды. А попытка коленом слева очень неплохая такая точечная работа. И правый боковой донес Куаныш. Минута осталась. И вновь попытка тейкдауна здесь от Бурмистрова. Это мне подсказывало, что так и не удастся ему ее провести уж на протяжении всего поединка. И не такая быстрая была. И все-таки подзадышал он. А Александров чувствует себя достаточно хорошо и уверенно в таком положении. И при этом, смотри, сам очень так точечно, прицельно и по-снайперски иногда работает и коленями, и локтями. Стоять, стоять. Подсказывают там из угла у Александрова. Разворачивает здесь Александров. Ну и у нас пошла максимальная концовка уже этого поединка. Считанные секунды остаются. И в целом уверенная работа от Бурмистрова здесь. Ну так стабильно, уверенно. И еще вот так вот под концовочку попытка здесь тейкдауна. Ждем судейского решения. Уважаемые дамы и господа. Итак, в этом бою победу единогласным решением судей одержал... Кланиш Александров!